Решить вопрос, который остается в центре внимания уже практически год, так и не удалось. Речь идет о сокращении расходов на муниципальную власть Нарьинмара, в том числе сокращение фонда оплаты труда муниципальных служащих и уменьшение окладов выборным лицам на 10%, о котором городские депутаты твердят еще с декабря 2015 года. На очередной сессии горсовета в очередной раз состоялись, прямо сказать, горячие споры. С одной стороны, мэр города Татьяна Федорова, которая и наложила уже второе вето на этот затянувшийся вопрос, с другой городские депутаты, которые считают, что бездействие муниципальной власти в этом вопросе привело к увеличению норматива на содержание органов местного самоуправления и как следствие недополучения дотации из окружного бюджета. Несмотря на экономическую ситуацию и дефицит казны, городская администрация не спешит снижать уровень расходов на аппарат муниципальной власти. В свою очередь, более одной трети собственных доходов бюджета Нарьинмара в 2016 году направлено на содержание именно органов муниципальной власти. Мэр Нарьинмара Татьяна Федорова в своем решении категорично говорит, власти необходимо действовать в рамках действующего законодательства и не ущемлять права муниципальных служащих и настаивает на формировании согласительной комиссии по урегулированию данного вопроса. Отсутствие денежных средств, как мне называются, один на поле, да? Отсутствие денежных средств может быть основанием для уменьшения заработок платы работников, в том числе и бюджета, если работают муниципальные служащие. Есть трудовой кодекс. Есть четко указан, в каких случаях может быть изменены условия оплаты труда. Если мы с вами создаем сегодня для того, чтобы наши муниципальные служащие завтра прошли в суд, если мы сами этого хотели, да, тогда мы можем принять решение. Между тем, прокуратура, как орган, осуществляющий надзор в сфере законности принятия тех или иных нормативных актов, нарушение законодательства при принятии данного решения не видит, а видит лишь затягивание процесса принятия решения. Это решение было разработано еще в мае. Первое вето было наложено в июне. При наложении вето в июне никаких вопросов о согласительной комиссии поставленной ценой не было. Можно было создать согласительную комиссию в июне, рассмотреть какие-то вопросы, и выйти на это решение уже сейчас, да. Вопросы согласительной комиссии будет ставиться в ноябре, да. То есть я считаю, что здесь просто идет затягивание вопроса. Возмущены затягиванием вопроса и одновременно снижением расходов бюджета по другим жизненно важным статьям, например, ЖКХ и социальная политика и городские депутаты, так Ольга Питунина убеждена, что Татьяна Васильевна, как лицо города в сложившейся экономической ситуации, должна была своим примером показать правильный ориентир своим подчиненным. Имея сегодня огромный недостаток средств на исполнение очень важных расходов и обязательств, и имея сегодня расходы в размере одной трети на содержание органов местного соуправления, я считаю, что это несправедливо, и уменьшать содержание расходов необходимо начинать с себя, нежели с сокращения расходов на содержание муниципальных учреждений. Начинать сокращать зарплаты надо с себя, а не с работников муниципальных учреждений. Но себя никто начинать не хочет, а значит бюджет на 2017 год будут оптимизировать по другим статьям. Елена Семеновича, Варенид Шишилов, Телеканал «Север». Елена Семеновича, Варенид Шишилов, Телеканал «Север».